Ровно два года назад один из величайших игроков в истории третьего Варкрафта, Мун, стал чемпионом мира по версии WGL Winter 2018, вновь доказал звание сильнейшего ночного эльфа. Кубок WGL Summer 2019 достался игроку за нежить Хэппи, чемпионом WGL Winter 2019 стал король орков Лин, и последним чемпионом стал игрок за альянс Инфи. Мы видим определенную закономерность в том, что есть определенная цепочка, и круг должен был сомкнуться, и чемпионом мира опять должен был стать ночной эльф. Пятый раз был как никогда голоден до побед. Совершенно недавно он дошел до гранд-финала в ЦГ, где в очередной раз не стал чемпионом. Символическая победа на WGL два года спустя могла бы стать важным фактором для поднятия морали, так что Мун делал все, чтобы победить, поэтому он прошел до финала и был готов ко всему. Его оппонентом стал чемпион предыдущего WGL, Инфи. Этого игрока очень тяжело понять. Он нестабилен, регулярно веселится даже на ключевых турнирах, выбирает случайную расу, играет какую-то дичь необычную. Он может встать не с той ноги и проиграть кому угодно, а может, играясь, развалить всех без вариантов. Но к этому WGL он подготовился как никогда ранее. В полуфинале он играл против орков Fly 100%, который до этого стал чемпионом в ЦГ и был на пике своей формы. Многие видели фаворитом именно Орка, однако Инфи его как будто не заметил и снес со счетом 3-1, одержав историческую победу за случайную расу, сыграв за все расы в рамках одного матча. Советую к просмотру, если вы еще это не видели, это настоящее шоу. И вот он в финале. После матча с Fly, многие видели победителя именно в Инфи, но никто не списывал со счетов Муна. Они регулярно встречались друг с другом на турнирах, а летом этого года, в августе, Мун даже победил Инфи со счетом 3-0. На первой карте Мун решил сыграть новые стратегии через победителя зверей, первым героем и мощный пуш. До предовремени темп был на стороне Муна, однако грамотная позиция Инфи позволяла ему оборонять свою дополнительную базу. Хочу отметить идеальную позицию башен, вы просто посмотрите как круто он их ставит. До них не добраться, но при этом они могут спокойно стрелять и убивать медведей без мастера, выжигать ману героям и так далее. Пуш Муна провалился, Инфи добывал ресурсы с двух баз, а потом собрал армию стрелков с двух бараков и запушил Муна, у которого не было дополнительной базы, не было ресурсов, не было великанов и чей пик силы уже давно закончился. Инфи играл идеально, ну или почти идеально. Выбор Бладмага вторым героям казался настолько сильным, что по сути выключило вражеских героев из игры, а стрелки, которым вернули скорость атаки с позапрошлого патча, казались чрезвычайно сильными в огромных количествах в узких проходах карты Last Refuge. Поэтому эта карта и была настолько хорошо для Инфи. Мун не смог найти ответ на действия Инфи и проиграл. На второй карте Мун решил сыграть через Хранителя Рощи. На Консилд Хилл Варден не работает из-за наличия фонтанов, врагу будет легко отступать и выживать под кинжалами и веерами, плюс очень тяжело прокачать Варден до третьего уровня. А вот Демон Хантера легко запушить, поэтому он тоже не популярен. В итоге остается, что играть кипера. Эльф играл стандартно. Пушил, делал Т2 и ставил экспант одновременно, при том не смог сильно напрячь Инфи и тот спокойно ставил дополнительную базу, после чего начал просто выигрывать себе время. Альянс не смог уничтожить древо жизни эльфов, что резко увеличило шансы Муна в этой игре. Плюс эльф взял охотника на демонов вторым героем, таким образом ликвидировав опасность горного короля и его клэпов. Однако Инфи решил не выдумывать велосипед. Он просто взял Бладмага вторым героем, который все так же хорош. Он высасывал ману из Демон Хантера, из-за чего тот не мог выжигать ману и терял половину своей полезности. С двух бараков Инфи настроил армию стрелков, пошел в пуш. У Муна была толпа медведей, но учитывая позицию Инфи, они не могли себя реализовать, хотя у них было время, пока у Альянса не появились волшебницы. Хочу отметить идеальную позицию башен у Инфи при атаке. Он не ставит их спереди, он ставил их сзади, чтобы прикрыть позицию. Он понимал, что если враг будет атаковать, то он своей армией будет двигаться назад. И таким образом его башни, которые безопасно достроились, будут помогать ему и их нельзя будет уничтожить. И уже с этой выгодной позиции он без проблем должен выигрывать битву. Большинство игроков за Альянс ставили бы башни спереди, прямо на базе противника. Половина из них была бы уничтожена, а вторая половина была бы бесполезной. Но Инфи всегда считался королем в плане строительства башен. Правильная их позиция – это его фирменный бренд, как Гаргульи, Мэтфрога и Ведриады Муна. Герои эльфа казались бесполезны. Медведи не могли воевать в такой позиции, из-за чего Инфи медленно, но уверенно проходил вглубь базы. Мун не успел выйти великана, которые точно сильно помогли бы тут. Инфи пришел в идеальный тайминг, выбрал идеального второго героя, поставил идеальные башни и просто хорошо управлял своей армией, после чего сдул Муна. 2-0. Инфи ведет. Переходим к третьей карте. Пятая раса Мун в шаге от поражения. Ему нужно собраться, ему нужно собрать всю свою внутреннюю чакру, энергию, там, все что угодно и вывалить сейчас это наружу для того, чтобы дать такой бой, чтобы это воспевали в легендах. Все-таки Инфи сейчас находится в какой-то невообразимо могущественной форме. Знаете, игроки из-за Альянса, вообще вот Альянс, я когда-то в одно время общался с некоторыми сторожилами на эту тему и действительно мы пришли к общему мнению, что Альянс это такая раса, которая не прощает ошибки. Но с другой стороны, она тебя больше всего награждает за идеальную игру. То есть суть в том, что если ты ошибаешься, ты из-за своих ошибок страдаешь больше, чем кто-либо. Но с другой стороны, если ты их не совершаешь, тебя больше всего игра награждает. Каждый юнит важен, каждый микромомент важен. И баланс в том, что игроки не могут играть идеально. Игроки не могут показывать запредельный уровень игры, нечеловеческий. Игроки не могут ошибаться, потому что всегда присутствует человеческий фактор. Но инфи на предыдущих двух картах показал какой-то абсолютно нечеловеческий уровень игры. Как будто его тренировали, я не знаю, какие-то шаолинские монахи, роботы, нейросети, не знаю, возможно за него робот какой-то играет. Но нельзя же бесконечно играть хорошо. Рано или поздно все допускают ошибки. Мун решил взять Хранителя Рощи. И на самом деле его стратегия кажется слишком безопасной. Он совершенно не хочет рисковать. Он хочет играть безопасно. Именно поэтому он не ставил здесь древо войны. Боялся, что инфи его накажет. А инфи даже не отправила полученца. Поэтому можно было похалявить и покрепиться здесь. Но он взял безопасного героя, который гарантированно выиграет ему early game. Он поставил древо войны, которое без проблем должно закрепить эту точку. И альянс никогда в жизни ему не помешает. И возможно вот этот вот страх, который прямо сейчас контролирует Муном, может стать его крестом, который не поможет ему победить в этом матче. Но посмотрим. Возможно как раз именно безопасный плей, безопасный игровой стиль, который выбрал Мун на этой карте, поможет ему камбэкнуть и все-таки дать бой инфи. И инфи с другой стороны спокойно крепится. Возможно будет ставить четвертую ферму. И он будет ставить дополнительную базу, потому что любит он это делать. Исторически так сложилось. Но четвертую ферму он пока что не ставит. Пехотинца отправил на разведку. Нет, смотрите, он не ставит четвертую ферму. Он просто бежит сразу же фаст экспандиться, не покрепив зеленую точку. Нет, четвертую ферму ставит, просто чуть позже. Но самое главное, что ставит. С другой стороны Мун также отправляется вниз на золотую шахту. И судя по всему планирует ставить базу. Осталось только отправить виспа. И самое главное, что инфи об этом знает, он приходит сюда вниз. Недавно был на стриме у Хота. И он общался с Фогги в этот момент. И Фогги сказал, что он считает, что против Альянса на этой карте нужно играть в Арден. Обязательно, потому что кипер слишком быстро теряет свою актуальность. Ну что ж, посмотрим, насколько это правда. В любом случае, как видите, инфи идеально реализовывает этот момент. То есть он прибежал. Он вроде как не потерял тут рабочих. Хотя тут один труп есть. Видимо, одного рабочего потерял. Это ошибка уже. То есть видно, что инфи человек. Но с другой стороны, он прибежал сюда. У него второй уровень Архимаг. Дотреба жизни. Почти без хп его нужно отменять. А виспов-то нет. Виспов-то нет. И маны на корне нет. Это такая ошибка от Муна. То есть если бы тут были виспы, он мог бы рассеять элементали. Если бы у него была обмана на корне, он мог бы использовать корни на Архимаге после рассеивания элементали. И в итоге урона, скорее всего, возможно, не хватило бы для уничтожения древа жизни. Но с другой стороны, подошли бы пехотинцы. Поэтому, возможно, даже это не спасло бы пятую расу. И в итоге, что мы сейчас видим? Не успел взорвать даже здесь виспас. Что мы видим? Инфи спокойно закрепил золотую шахту. И ставит дополнительную базу. А сам Мун потерял дополнительную базу. Он потерял темп. Он нажал Т2. Это уже хоть что-то. И теперь Мун остается только атаковать. Темп утерян. Он не может рассчитывать на равную макроигру. Он всегда будет догоняющим. Но он может попытаться наказать противника за то, что он играет в дополнительную базу. Потому что это означает поздний Т2, поздних жрецов, позднее рассеивание. И это глобально позволяет киперу быть полезнее в этой игре еще дольше. Еще хоть какое-то время. Пытается добить пехотинца. Добивает. Очень нужен третий уровень. Потому что на третьем уровне можно взять вторые корни. А вторые корни это всегда минус пехотинец. Даже если у него полное хп. Но проблема в том, что база уже достроена. Магическая башня готова. Это означает, что пушить экспан становится еще тяжелее. А в это время Мун. То есть он пытался развлечь своего противника. Для того, чтобы он не смог отменить дополнительную базу. Но такое чувство, что это просто не работает. Опять прибегает инфи. Даже с первым элементалем. Высокая вероятность того, что он отменит базу. Хотя, на самом деле, если он вызовет элементаля. На него используют корни. Висп. Хорошо. Корни на этом элементале. Этого элементали убивают. В итоге остается только архимаг. Подходит пехотинца. Смогут ли отменить здесь древо жизни? Скорее всего смогут, ребята. У Муна все идет наперекосяк. Хорошо реализовывают эти макро-моменты инфи. То есть он очень грамотно передвигается по карте. Смерть пехотинца именно конкретно в этой ситуации не чувствуется как какой-то критический момент. Потому что у инфи есть дополнительная база. И он его может бесконечно отстраивать. То есть у него все в этом плане под контролем. Самое главное это убивать темп противника. Потому что Мун опять поставил дополнительную базу. Опять потратил ресурсы. И когда он ее отменил, он не вернул все ресурсы обратно. То есть он проигрывает в этом плане. Он проигрывает темп. Он не пушит и не играет в макро. Инфи полностью контролирует его. С другой стороны уже есть Т2 у Муна. Что конечно же является его преимуществом. Ему вот в центре отменили магазин. Но он взял Нагу. Нага плюс Киппер плюс Мас Лучницы. То есть у него хорошая армия. Он в теории может попытаться пробить противника. Учитывая, что всего лишь одна башня. Шансы есть определенно. Шансы есть всегда, дамы и господа. Что бы кто ни говорил, но шансы есть всегда. Берет с собой виспов. Мун понял, что какая это будет игра. Никакого макро. Никаких экспандов. Никаких поздних юнитов. Только пуш, только победа здесь и сейчас. Или поражение. Инфи, с другой стороны, будет до конца стоять и защищаться. У него есть проблема, что нет третьего архимага. Да, с другой стороны, он как бы отменял базы противнику. И выиграл много темпа. Но без третьего уровня, без второго элементаря. Будет, откровенно говоря, тяжело здесь как-то защищаться. Но, с другой стороны, как бы база работает. Золото добывается. Этот вал скоро будет готов. Он может нанять второго героя. И дальше уже действовать по ситуации. То есть, все хорошо. Все действительно хорошо. И при этом еще он берет с собой бой опаученцев. Там только лучницы. Нет охотниц. Поэтому они страдают от пехотинцев. Особенно если там инфи прокачал щиты. Архимаг под корнями. Может быть его смогут убить. У него, правда, есть телепорт. Но даже использовать телепорт заставить не смог здесь Мун. В итоге отбежал Архимаг. Прожимает свиток регенерации. Сейчас, возможно, просто пехотинцев какие-то хочет спасти. Но много юнитов здесь, конечно, теряет инфи. Но это все мясо. То есть, да, это неприятно. Да, потеря юнитов это очень не круто в третьем Варкрафте. Но, с другой стороны, опять же, как бы он тянет время. А ему нужно только время. Потому что ресурсы отстраивать у него есть. С другой стороны, как мы видим, здесь инфи не видит, как Мун ставит древо войны. Почему древо войны? Потому что нет охотничьего зала. Поэтому нельзя ставить сторожевые древа. И древо войны, они выполняют роль стенки. Очень крепкой и хорошей. Магазин также ставится для передовой. Кипер вернулся обратно, чтобы восстановить ману. Богословение природы есть. Поэтому древо войны крепкие. У них много брони. Они могут быстро передвигаться. Но тут вот это вот деревья вырубили. Поэтому некомфортно им будет. Им, в теории, рядом с деревьями стоять. Блин, как неприятно. Опять тайминги плохие для Муна. Вы только посмотрите. Алтарь. Там выходит герой. Еще просто чуть раньше началась бы эта атака. Игорный король не вышел бы. И уже были бы проблемы здесь для инфи. Инфи заказывает масс пехоту. С двух бараков. Т2 с щитами. Заказывает апгрейд для добычи дерева. Древо войны можно отменить. А полученцы вышли. Пытаются что-то цеплять. Для инфи сейчас самое главное. Просто любых юнитов забирать. Решил он попытаться убить нагу. Но там встав. Поэтому не важно. Он ничего бы не убил бы. Возможно лучницу бы убил бы. Но и то вряд ли. Но тут древо войну. Вот это вот сверху возможно достроится. Такое чувство что инфи его просто как бы игнорируют. Хотя насколько это верное решение. Вопрос дискуссионный. Но в это время там Т3 делает Мун. То есть он старается выйти в тренировку меткости. Но для этого нужно поставить дом охотников. Для того чтобы апнуть своих юнитов. У него даже апгрейдов никаких нет. Большие проблемы у Муна чувствуются. Как все. Земля у него из-под ног уходит. Инфи. Настолько хорошо каждый момент реализовывает. То есть как бы ничего. Прямо запредельно невероятного он не делает. Он просто супер качественно играет. И не ошибается. Вот действительно в игре за Альянс. Это самое главное. Не ошибаться. Потому что. Ну я уже это все рассказывал. Не буду повторяться. Да. Мне просто этот тезис. Сама идея. Архитектура. Построение расы. Очень нравится. Если ты играешь идеально. Тебя за это очень сильно награждают. Не сможет уйти кипер. Видимо придется сжать телепорт. Супер неприятно. Пехотинцы подсчитаем. Официально бессмертный. Против лучниц. Но с другой стороны. Как-то к этому никак и не адаптируется. Мистер. Мун. Он не ставит древо мудрости. Он не планирует. А магазин ставит дома. Он не ставит древо мудрости. Видно уже. То что он немного сыпется. Оставил юнита дома. Колодцы пустые. Потом хп восстанавливать. Он не может себе. Ему бы искусственную ночь куличи древо войны. Пытаются отступить. Они в чистом поле. Виспоп бы сорвать для ремонта. Просто альянс возвращается обратно к магазину сюда. Там жрецы уже скоро будут выходить. Имба. У них есть адепство. Но это уже все. Это кипер бесполезен. Но будет тяжко. Но знаете. Опять же чудеса бывают. Пятая раса раз за разом показывала. Что чудеса бывают. Алхимика взял третьим героем Мун. Для того чтобы его лечение. Потому что у него очень побита армия. И с этим нужно что-то делать. Плюс еще потенциально алхимик с бомбой усиливает фокус урон эльфа. Что само собой круто. Охотничий зал у себя ставит. Для того чтобы как-то здесь начинать отстраиваться. Апгрейды делать. Тренировку меткости заказать. Потому что он уже так отстает по технологиям. Там астрелки выходят. Стрелков апнули в предыдущем патче. Вернули их до того значения. Что они были в позапрошлом. И инфи просек. Что это единственный действительно сильный юнит альянса. Который при этом еще и темповый. И можно играть в любой ситуации. И так и оказывается. Мы видим как раз за разом инфи показывают. Насколько это сильный персонаж. Виспы пытаются пройти. Для того чтобы уничтожить элементарий. У них это получается. Осталось только одного виспа. Взрывать мун. Древо войны одно потеряно. Нужно остальным отойти. Мун взрыви виспа одного. Молю тебя. Подсчитаем. Пехотинцы живут почти бесконечно. Пытаются ремонтировать древо войны. Второй уровень у Наги. Есть молния. Но молния всего лишь первая. Древо войны падает. Сверху древо войны тоже падает. Ведь все таки у работяг топоры. Но топоры закончились. Появились кирки. А из манкрафта мы знаем. Что кирки не особо то пробивают дерево. Да. Взяли лечение. Кипер со сферой кстати. Поэтому потенциально много урона наносит. Всего лишь одно древо войны осталось. Делается новый юнит. Тренировка меткости. Апгрейд колодцам. Но насколько это правильно вообще. Учитывая что вряд ли уже мун сможет вернуться обратно. И пойти опять в атаку. Стрелки уже с первым порохом. То есть у них первый грейд на урон. Пытаются как-то отойти обратно. Нужно атаковать. Что еще остается. Горный король всего лишь первого уровня. Это то что действительно может помочь. Вообще на самом деле странно. Что инфи здесь блатмага не взял. Он бы тут даже был полезен. Потому что не давал бы киперу, наге. И всем остальным пользоваться своими способностями. Все таки смог зафокусить урон по горному королю. И тот вынужден был вернуться. И последнее древо войны упало. Мун. В шаге от поражения. Все настолько плохо. Настолько ужасно. Настолько неприятно. Дома он ничего не строит. Как мы видим. То есть он планирует вот эти вот пытаться как-то победить. Тренировка меткости есть. Это уже хоть что-то. Может быть поставить. Я не знаю. Химеры тут плохие. В идеале конечно выходить великанов. Но он без базы. У него нет ресурсов. Он не может вот просто взять и выйти великанов себе. Потому что как бы его противник убьет за это. Там башня. Боже. Даже башни поставил инфи на всякий пожарный. На тот случай. Если противник пройдет внутрь. Второй апгрейд на атаку. 2-0 будут стрелки. Уничтожает алтарь. То есть если забрать героя. Его не вернуть из алтаря. Это уже хорошо. Все-таки ставит древо мудрости. Потому что надо что-то. Где-то. Куда-то. Я не знаю. Заходит внутрь. То есть расчет на то. Чтобы уничтожить эти башни. И тут в обороне сидеть. И как-то убивать экономику. Чтобы хотя бы мейн не работал полноценно. Телепорт если что есть. Альянс тут так много. На 20 лимита больше. Понял здесь мун. Что если он не нажмет телепорт. Он погибнет. Поэтому прожимает. Третий уровень у архимага. Возможно вторую ауру возьмет. Для жрецов. И для горного короля. Потому что второй элементарь. Тут в принципе не нужен. У него и так слишком много стрелков. Да так и есть. Действительно вторая аура. И это понимаете. Это. Ну это показывает уровень. Это не очевидно. То есть. Ну. Просто я высказал свои мысли. Опять же. И действительно инфи так и сделал. И. На стриме. Когда я комментировал. Он тоже так сделал. Ну. Месту. Когда я высказывал свои мысли. Почему? Я объясню конечно. Потому что элементарь тут и не нужен. У тебя армия стрелков со вторым апгрейдом. Что сделает дополнительный один элементарь. Да у противника нет дриад. Да у противника толком нет виспов. Он не может рассеивать этого элементаря. И что? Вот именно и что? Что он сделает? А вот вторая аура. Поможет жрецам постоянно быть с маной. Потому что она у них с первой аурой заканчивается активней. И горный король при этом всегда будет с маной. То есть больше импакта от этого. У тебя появляется не только урон. Которого у тебя и так более чем достаточно. У тебя больше контроль. Из-за того что у горного короля больше маны. У тебя больше рассеиваний. Соответственно не будет такой маленькой вероятности. Что у тебя не будет маны. Для того чтобы снять корни. Или уничтожить эндов. То есть. Сам факт того. Что он выбрал здесь вторую ауру. Показывает высшую. Как то знаете. То что он думает. А не выбирает. Какие то механические штуки. Которые мы привыкли. Потому что 95% игроков тут выбрали бы второго элементаря. Я вас в этом убеждаю. Просто гарантирую. В целом. У Муна. Третья Нага. Вторая Молния. Третий Алхимик. С вторым лечением. Четвертый Кипер. Может быть шансы какие то есть. Все таки Великан выходит. Если дождаться Великанов. Под колодцами. Грейтнутыми. Сейчас ночь еще к тому же. Они там восполнились частично. Просто герои могут много урона наносить. Нага со сферой тоже. То есть. Ну в целом. Много урона действительно они получают. То есть стрелки. Бомба залетает. Ну вы сами видите. Тем более что Инфи не прокачал Грейт на защиту. Это чувствуется. Смотрите как разваливаются стрелки. Но. Горный Король. Со вторым Клэпом. Конечно очень сильно напрягает. Киперу нужно отойти. Кипер стафается. Нужно выпить из колодцев. В идеале конечно выпить. Выложить венец Богородства. Но. Тут уже такая паника. И такой страх. Что. Нужно действовать мгновенно. Ночное зрение качает. Первый Великан скоро выйдет. И Великан конечно же один тут погода не сделает. Но. Это хоть что-то. Два Великана уже помогли бы тут конечно. Мун пытается играть до конца. Он старается. Он хочет. Великаны без апгрейдов на защиту. А не помешало бы сделать. Первого апгрейда на атаку даже нет. У. Учниц. Третий. Т3 делает. Это опять же. Ну. Это нормально конечно. Все так и делают. То есть видишь Великанов. Делай Т3. И планирую выход в Рыцарей. Или как минимум для мастерства жрецам. Чтобы был Inner Fire. Для того чтобы броня была. Хороший Клэп. Конечно. Алхимик пытается это все залечить. С Амулетом Энергии конечно неплохо. Но как видите. Одного Великана просто недостаточно. Для того чтобы таунтить всех. Инфи перекликивает. То есть как только происходит таунт. Инфи просто нажимает редкликом на другого юнита. Их убивает. Но это нормальная ситуация. То есть если у противника Великан. Игнорирую Великану. И убиваю других юнитов. Это так и работает на самом деле. Просто прикол в том. Что когда Великанов много. Ты не можешь бесконечно это все игнорировать. Пытается заставить Архимака прожать телепорт. Кипер прожал банку здоровья. Пытается отойти Алхимик. У него тоже есть если что банка здоровья. 39 лимита на 53. Лечение от Алхимика. Молния хорошо забрал юнита. Молоток залетел в кипера. Телепорта если что нет. Но есть стафы и посохи. Кстати горного короля. Можно забрать. Гордый король телепорт прожимает. Последний момент. На 5 хп. Ай да. А так все хорошо было. Не заметил как юниты закрыли проход киперу. И в итоге кипер погиб. Отправляет виспа в центр. Вынужден его покупать. И на эти ресурсы мог бы нанять третьего великана. Блин. Вроде как показалось что может быть что-то получится. А в итоге вот такая вот ошибка. Хоронит все надежды и мечты. Делается третий апгрейд на атаку. Стрелка. Рысари заказываются. Для того чтобы с великанами проще воевать. Мастерство качается жрецам. И в контратаку отправляется здесь горный король. Со своими братками. Архимаг со стафом уже. На самом деле мог бы огненную сферу купить. Но как бы это не обязательно. Просто огненная сфера против колодцев помогает. Когда на базе противника воюешь. Ну и противоалхимика тоже. На самом то деле. Да. И банка здоровья тоже. Не такая эффективная будет. Кипера выкупили. Он теперь с маной. Но там жрецы есть. И мастерство. То есть у них очень много маны. И большой маной реген. Пытается химик кого-то вылечить. Но мана заканчивается. Вы сами смотрите как сыпятся великаны. Без апгрейда на защиту. Разваливается все умуна. Банку здоровья прожал ухимик. Паладин подошел. Теперь лечение будет. Виспу пытается подойти сжечь ману. Сжечь инерфаер. Ставается. Ставается алхимик. Ставается с другой стороны горный король. То есть никто ничего не теряет. Великаны вроде как живут. Они отходят. И контроля нет для того чтобы их остановить. Но при этом нет колодцев для того чтобы восстановить МХП. Ставнули одного великана. Да. Да. Ставнули. Пытается как-то отойти. Но контроля нет. Поэтому опять же он может как-то здесь убегать. Мун до конца пытается. Пытается до конца здесь воевать как-то. Стараться. Но. Но все тяжело. Конечно. Да. Знаете когда смотришь такие матчи. Кажется что действительно альянс имба просто поломанная. Но я хочу верить. Я не претендую на какие-то там аналитические знания. На то что имба что нет. Это меня не интересует если честно. Я верю в силу личности. Я вижу насколько уверенно в себе играет инфи. Насколько идеально он играет. Он не делает никаких сверхъестественных вещей. Он просто уверен в том что он делает. Он выбирает оптимальные стратегии. И идеально их исполняет. Насколько это возможно в рамках человеческих возможностей. Он думает. А не играет по наитию и по привычке. Он играет по плану какому-то определенному. Мне очень импонирует как инфи тут играет. Это действительно чемпионский уровень игры. Это один из величайших уровней игры. Что я видел в принципе. И напомню по предыдущему ролику. Что он победил в полуфинале за рандомную расу. Знаете в других киберспортивных дисциплинах. Были такие периоды в истории. Когда была какая-то абсолютная доминация какого-то игрока. Например там в CSGO это Астралис. Или например в Dota 2 это OG. Которые на чемпионате мира интернешнл выступали так. Как будто все остальные команды это не противники им. А мальчики для битья. Просто без шанса всех уничтожали. По щелчку пальца потому что хотели. Как будто они играют в другую игру совершенно. А все остальные не знают правила. Знаете. И вот сейчас инфи такой же в моих глазах. Вот именно в текущей форме. Как он был на этом голде. Он играет на каком-то другом уровне. Как будто он. Все игроки для него мальчики для битья. Это впервые в истории 3-0 чемпионства на WGL. Это впервые в истории 3-х кратный чемпион мира по версии WGL. То есть впервые в истории. Именно 3 раза у одного человека есть титул чемпиона этого турнира. В этом году никто не может сравниться с инфи. Инфи это такой игрок который просто делает что он хочет. Он может встать с той ноги и развалить кого угодно. На следующий день проигрывать кому угодно. Но я думаю без вариантов и 100% это абсолютно заслуженная победа. Которая зайдет в историю как период абсолютной доминирования. И прямо сейчас безусловно 2020 год это эпоха инфи. Это эра инфи дамы и господа. Но когда эта эра закончится. Потому что династия любого игрока рано или поздно обрывается. Мы уже узнаем на следующем WGL. Сможет ли инфи стать просто 3 раза подряд чемпионом мира по версии этого турнира. Скоро узнаем. Осталось всего лишь какие-то жалкие полгода. К счастью турнир анонсировали. Спасибо большое что были со мной дамы и господа. Всем до встречи и удачи. Удачи.